В селе Пронегородище Михайловского района 27 сентября престольный праздник. Небо серое, периодически моросит мелкий дождь. Вчера в Михайловском районе прошли сильные дожди, так что дорогу развезло. Осталось надежды на то, что сам Господь поможет нам оказаться в числе паломников старинного храма крестовоздвижения, помолиться и прикоснуться к неизреченной благодати соборного богослужения. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! Песня. 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 ПЕСНЯ Благочинный Михайловского 1 округа протеерей Сергей Арсеньев с супругой Татьяной в день престольного праздника совершает водосвятный молебен. Не стал исключением и год нынешний. Несмотря на бездорожье распутицу, вызванную проливными дождями, те, кто желал попасть на праздник, добрались до заветной цели. ПЕСНЯ 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 пожара, от нее остались лишь некоторые фрагменты. Боже, повелиться милости Твоей, молимся, услышай, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господь помогает, и вот они вокруг себя объединяют уже других людей, которые еще приходят. Есть люди, которые помогают храму, они вообще, может, туда и не доедут никогда, но вот эта вот любовь, она вот передается, умножается, и вот поэтому здесь, в глуши, где нет дороги, вот такой великолепный древний храм, он живет. Как у нас-то в раю, жить-то весело, жить-то весело, жить-то некому. Как у нас-то в раю, древеса растут, древеса растут, купорисовые, древеса растут, купорисовые, ой, на них птички сидят, птички райские, на них птички сидят. Два года подряд Александр Вершинин занимается земледелием, чтобы было на что храм восстанавливать. Пока занятие это прибыли не приносит, но бросать его полковник Вершинин не собирается, верит, что Господь поможет. Поднимаем и поднимаем потихоньку, трудимся, работаем. Я думаю, что люди очень рады, что у нас есть такой храм, церковь, и что на самом деле этот уголок не забудет. Кто-то говорит, да, кто-то восхищается Асаньячеву, ну надо же, какой подвижник, а кто-то говорит, ну зачем ему вообще это надо, зачем какой-то, ну зачем, с чего в общем все началось, что его вдохновило, зачем ему это было надо здесь оставаться и эту разрушенную святыню восстанавливать. Только Господь вот дал ему эту мысль и дает силы, и дает помощников, вот как он вразумляет вдруг человека, как апостол Павел, вот он шел-шел, и вдруг Господь коснулся его сердца. Так и у каждого человека, вот шел-шел человек и говорил, а зачем это надо, а зачем это, и вдруг он разворачивается и идет совсем в другую сторону, Господу навстречу и видит, что Господь его любит, ждет, и у него слезы только о том, что он давно не развернулся в другую сторону. Вот молимся об этом каждую службу, чтобы Господь нас всех развернул к себе вот лицом, чтобы мы его увидели, что он нас любит и ждет. Во-первых, поругание святыни здесь было. Здесь же находился склеп, где были похоронены Барановы, семейство графа Баранова. И в свое время здесь этот склеп был осквернен, разрушен. И когда мы первый раз приехали, я в первую очередь сказал, нужно обязательно его закрыть, чтобы туда дальше уже проникновения не было, и замуровать все. И так же Александр Яковлевич сделал все, замуровал, забетонировал и поставили три креста. То есть три креста в честь, кто там был похоронен. Дочка была, жена похоронена Баранова графа и сам граф. И поэтому вы спрашиваете сейчас, как ведет его. Для того, чтобы сохранить вот эту святыню, Господь посылает таких людей. Для того, чтобы сохранить вот этот великий храм. И несмотря на то, что он сегодня в этом году и в прошедшем году занимается сельским хозяйством, он возделывает у нас землю, он все равно находит время, находит людей, которые потихонечку, не спеша, каждый камушек, каждый белый камень, который находится наверху, они его очищают сначала щеткой железной, потом пропитывают специальным раствором, чтобы он сохранил свою белизну и красоту. Вот, не спеша потихонечку восстанавливается вот эта святыня. Крест, купол, крыша. Вода уже не проникает внутрь, как раньше было, потому что мы перекрыли и сохраняем сейчас вот то, что сохранилось внутри, чтобы дальнейшего разрушения не было ни камня, ни других каких-то. «Величаем я живота в честь Христе, и чтим крест твой честный, им же нас спасет». Люди приезжают, почти каждый день приезжают, смотрят храм, вот, и остаются очень довольны тому, что даже в такой, можно сказать, мухаммане теплится жизнь. «Храм очень большой, конечно, сложно восстановить, тем более вам одному, и все равно вы находите силы, Господь вам помогает, дает вам возможности на то, чтобы, действительно, храм не разрушается, храм находится в хорошем таком состоянии, но я все-таки думаю и хотелось бы, всегда смотрю, когда на такие храмы, особенно в Кронеграде, есть надежда на то, что все-таки он доживет до того момента, и мы доживем, самого, чтобы мы дожили, даже в Кронеграде, Господь все устроит, а вот нам бы дожить до того момента, когда он будет уже в таком благолепии, и в нем будет божественная литургия, много священства, людей, все приедут сюда». Господь услышал наши молитвы, и вот уже солнышко, хотя с утра действительно лил проливной дождь. И мы проехали удивительным образом с молитвами, с молитвами и с профессионализмом с Сашкиным. Я думала, ну все, может быть всякое, но я думаю, Господь нас обязательно, потому что крест, я очень почитаю крест, у меня мама почитает крест, так как крест, конечно, это такая сила. Сила большая. Это сила большая. И вот с этой стороны Михайловского района крестная сила, она вот оберегает наш район. Ну да, вот получается, что с этой стороны. И с той стороны, еще с Анинской стороны тоже. И с Анинской теперь. С двух сторон получается, да. Вот сила какая. А вы, Асан Ямиш, вообще, как себя ощущаете? Что в вашей жизни происходит такого интересного с Богом? Вот все-таки это дело-то Божье вы делаете. Ну что может происходить? Все как Бог дает. Трудимся, работаем, живем. Живем. Тут, я себя не чувствую здесь одиноким. Люди приезжают. Приезжают и благодарят. И, конечно, такое место, самое старинное место в округе. Вот. И люди и уезжают отсюда. Еще ни один не уехал мрачными отсюда. То есть, видимо, действует вот эта аура, которая здесь присутствует, она действует. Ну что, с Богом. Ну вы во вкус вошли? Во вкус уже вошли? И вам уже... Давно. Давно уже вошли во вкус, что вам уже городская жизнь притит, я так смотрю. Ну, Шумгам, я, принципе, житель городской был, но теперь в деревне все живем, мы тут с моей матушкой. Трудимся, сеем, пашем, выращиваем. Вот вы приняли недавно такое решение, да, чтобы и сибирь заняться. Да, ну, раз я здесь нахожусь, ну и потом уже средства нужны на восстановление храма. Вот вокруг этого все выкрутится, вокруг храма. Танциссическое хозяйство, оно тоже ведь не очень прибыльное нынче занятие? Ну, прибыльное нет, пока что не прибыльное абсолютно, вот. Но будем надеяться, как Бог даст. С Божьей помощью, все будет хорошо. С праздником, как вы, я... С праздником, как вы, и вас так же. Низкий вам поклон за ваши добрые дела и за то, что у нас есть возможность. Ну, мы уже знаем, мы уже ждем, я уже ждала так внутренне. Я говорю, когда же, если вас движет, никогда в Пронеградище мы поедем. Я все мечтала, Господи, хоть погодка была хорошая, хоть бы проехали, хоть бы проехали. Все, проехали, Бог дал, а теперь назад по такой погоде уже элементарно. Вот, да. Слава Богу, значит, год будет хорошим. Если вас встретили здесь, значит, все будет хорошо. Отлично будет все. Да, все будет отлично. Ты дороженька, ты господня, я никто по ней не ходил, не прохаживал. Только шли, да прошли, да три ангела. Они шли, да вели душу грешную. Они шли, да вели душу грешную. По молитвенному слову, здесь, 10 лет назад. Представляете, как быстро время прилетело. Вот вспоминается вам первый год, как вообще все это, как проклевывались, как вот росточек пробивался сквозь землю. Вот это вот чудо. Наталья Васильевна, во-первых, вот так какое сейчас величие мы видим здесь, какой храм уже стал, его вообще не было видно, храм. Он стоял за стеной деревьев, за стеной вековых деревьев и за стеной молодой поросли. И когда мы приехали сюда, ну, конечно же, мы приехали, чтобы хоть немножечко восстановить эту святыню, чтобы хоть молитва здесь какая-то совершалась. Мы совершали эту молитву в кустах, вот в этих деревьях. Немножечко разгребли, поставили столик, молебен, Александр Яковлевич, еще жители какие-то здесь оставались. Приехали просто в летний период, не только вот именно 27-го числа. И мы начали потихонечку молиться. Дальше, больше, приехали волонтеры с высшей школы экономики, вырубили первый год всю поросль, потом последующие года начали выкорчевывать уже деревни эти вековые. Мы появился храм, мы его увидели, что вот эта красота, вот это величие 17-го века стоит здесь в глуши, куда нельзя добраться, дороги совершенно нет никакой. Если какие-то вот, как сегодня, дождик покапал, полил, все, никого нет. Это вы сегодня видите, народу было вообще никого совершенно, потому что никто не доехал. А мы уже сюда знали, что это престольный праздник, великий день. И мы сюда спешили с таким чувством, что мы все равно пробьемся, все равно по травке, по краешку где-нибудь, но мы проедем, проедем, чтобы совершить день благослужения в этот великий день, престольный праздник. А моя помощница, это Татьяна, супруга, мы с ней постоянно, везде, всегда. И вот она вспоминает этот день, первый день, когда мы сюда появились. Она вот с таким чувством, с чувством благодарности за то, что все-таки мы сюда пришли, чтобы хоть на этой святой земле послужить какое-то богослужение. Малее нам, либо панифуду, отслужить. Малее нам, либо панифуду отслужить. Ты, святая Богородица, спаси нас. Сегодня в Пронегородище идут работы по восстановлению колокольни. Недалек тот день, когда отец Сергий совершил чин освящения колоколов, и над старинным селом польется благодатный колокольный звон. Ежегодно эти дивные места посещают воспитанники воскресной школы при Никольском храме села Средские Выселки. На реке Прони в районе села Прони Городище они ловили рыбу, играли, пели и, конечно, готовили на костре различные полевые блюда. Апогеем отдыха на природе стало нетрадиционное для туристов мероприятие. Вся группа приняла участие в богослужении. В этих местах всегда красиво, потому что мы находимся в Прони Городище Михайловского района. И даже когда цветают цветы и когда трава жухнет, здесь всегда красота, потому что это необыкновенное место. Само Городище уже говорит о том, что здесь таится какая-то загадка. Сегодня мы ее будем разгадывать вместе с Иреем Романом Луканином, настоятелем Никольского храма. А что он здесь делает в этих местах, мы узнаем у него и у его воспитанников. ПЕСНЯ 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 Батюшка, какой год вы приезжаете в Пронеградище? Вы считаете, статистика какую-то ведете? Сложно сказать. Ну, наверное, третий. Дело в том, что мы с воскресной школой выезжали не только в Пронеградище, были другие места. В Половнево, например, храма разрушенного преподобного Сергия Раднишского и служили там ночную службу. Готовили к службе и служили службу. В других местах бывали. Но вот здесь, когда попали первый раз, то вот уже приезжаем сюда, должно быть, третий или четвертый раз. Вот именно сюда. Полюбили вы это место, да? Ну да, храм. Храм такое место благодатное и тихое, спокойное. Это нравится. Сегодня во время богослужения, грешным делом, меня мысль такая посетила, прям пришла ко мне так нахлынула. Вот вы стояли там, знаете, вот к нам спиной, да, получается, во время богослужения. И мы сзади вас, как овечки, получается, стоим, а вы как наш пастырь. И вот я думаю, как хорошо все-таки быть батюшкой. Батюшка, это же такая и ответственность, это тот же момент, ну какая-то, я не знаю, вот такая благодать особая, сугубая. Вот вам вообще тяжело быть священником? Вот сейчас уже, спустя какое-то время, к сани вы, раньше вы были мирянином, теперь вы священнослужитель, причем уже со стажем. Ну вопрос очень такой интимный, на самом деле, очень такой таинственный и очень такой глубокий внутренний. Вот, ну что значит тяжело? Разможет быть тяжело что-то любимое, да, конечно нет. Конечно, ну то есть есть сложности какие-то, есть, прежде всего, связанные с собственной какой-то немощью, с какими-то своими недостатками, ну вот. Но если Господь зовет, это невозможно устоять. Невозможно устоять, это лететь на крыльях, ну вот. Не знаю, птице вот тяжело лететь, наверное, она устает, там крылья не может быть, но она же летит, она в полете. Вот, так и здесь, это, конечно, такой вопрос, он очень такой. Ну да. Даже не знаю, как мне отвечать. То есть какие-то трудности такие, но они всегда бывают какие-то трудности. Вот, а само служение, оно благодатное, конечно. Конечно, Господь воздает, стоит все это точно, абсолютно. Помимо того, что нужно уметь безгранично любить людей, ведь еще вот вы стоите, говорю, сколько вы, помимо, вы служите когда, вот, постоянно вы на ногах. Я вот всегда думаю, каково же священникам приходится. Ну, мы иногда присаживаемся. И тут и любовь должна быть какая к людям, потому что тут работа еще, духовная работа, и физическая работа. Она сопряжена, вот эти две части, они, как говорится, они одна без одной никак не существуют. И вообще, я просто удивляюсь, говорит, бедность батюшки наша. Ну, нет, ну, у каждого свое служение, я думаю, тут. У каждого свое служение. Я рад, что у меня такое служение. Я бы ни на что его никогда не променял. И у меня такое ощущение, что я всегда был. Хотя было время, когда действительно я не был священником, но это какое-то особое, особое, конечно, служение. Понятно. Очевидно просто. Вообще жить с Богом радостно, да? Вот эти вопросы пошли. На преподобного Серафима. Когда с Богом, конечно, радостно. И, соответственно, нерадостно, когда понимаешь, что что-то теряешь. Преподобный Серафим, тысячу дней моления на камне. Известная история, да, когда хоть какое-то, хоть какая-то вообще мысль о том, что можно что-то потерять, она приводит, приводит преподобный Серафим к такому особому бодвигу. Мы, конечно, все в этом смысле хилые. Но когда с Богом, конечно, радостно. Пожелу тебе, взывай, Отец наш, Божий благословенный и силен. Преподобный Отче Серафиме, моли Бога о нас. И множество людей во святою обитель сошедших вниз. Преподобный Серафиме, счастливым мощем Твоим подлоняется. От них же исцеления все почерпают, непрестанно зовущие. Отец наш, Божий благословенный си. Во всю землю язык и вещание сие. Я, Косорове, и дотворец меславный висер, исцеление мужества источая всем, с верой приходящим и убьющим. Отец наш, Божий благословенный висер. Есть кому-то кто больше по языка? Нет, ну я буду вопросы задавать. Вообще, вы же каждый год ездите сюда, да? Примерно в это время, получается? Да. Примерно в это время вы приезжаете каждый год. Серафим, ты чего отвернулся? Расскажи, пожалуйста, вот что дает это Твоей Душе, и что это за поездки такие? Как вы их, вообще, как проводите здесь время? Для чего они вообще нужны? Что они дают Твоей Душе? Вот мне бы тоже так хотелось, уехать бы куда-нибудь на несколько дней. Вам долго придется нарезать. Сейчас, пока я соображу. А, ничего страшного, лучше я нарежу. Соображай потихонечку. Мы никуда не торопимся. Ну, как минимум, дают... Ну, я сам родом из того места, где был разваленный храм. Это мои родители, они стали, в общем-то, ну, фактически, путем вот это стало. Они возрождали разрушенный храм. Поэтому, когда я приезжаю в такие места, я фактически вот, ну, как бы ощущаю вот это то, что, ну, такое сочетание становится разваленным, а с другой стороны, некое такое возрождение благодати. Ну, хоть вот, это чуть-чуть. То есть, есть надежда, что... Что если это как бы пойдет дальше, то... Потому что сейчас, например, тот храм, о котором я говорю, вот, он еще раз в расцвете. То есть, сейчас туда приходят, ну, то есть, у него до 500 человек, которые приходят на праздники, вот. То есть, ну, каждый раз я надеюсь, что, может быть, и этот храм тоже станет таким вот центром. Да, все-таки крестовоздвиженский. А вот даже пусть он вот разрушенный, но в нем все равно какая-то особенная есть. Даже не то, что благодать, а какая-то изюминка в нем есть. Другое ощущение даже. Ну, я знаю, я не художник. Нет? Благодать там есть, но я не художник. Я об этом сказать не могу. Ну, ты ощутил благодать сегодня? Наверное, да. Или ты вот руководил процессом пения и больше был увлечен в этом? Да, все-таки ты ощутил ее, да? Я надеюсь, что да. Крестовоздвиженский храм села Проник-Городище собирает паломников один раз в году, в сентябре, на престольный праздник. Но сегодня особый день. Сегодня 31 июля 2018 года. Здесь в этом храме проносилась молитва, она возносилась в самое небо. И этот дух, он наполнял этот храм необыкновенной благодатью. Было такое ощущение, что ты находишься в Иерусалиме, в храме Гроба Господня. И аромат такой тонкий здесь раздавался и до сих пор продолжает оставаться вот именно как там. Что ж сегодня за день? Преподобный Серафим Саровский. Инициатором этого богослужения стал отец Роман, отец Роман Луканин, настоятель Никольского храма села Стрелецкие-Выселки. Хочется, конечно, чтобы вот этот храм почаще слышал молитву. Но это местечко, Проник-Городище, находится так далеко от центра района Михайловского. И к нему нет дорог, здесь нет газа, нет дорог, нет никаких коммуникаций. Это оторванное место, и не всякий может сюда добраться. Поэтому часто весной и осенью Александр Яковлевич Вершинин, который является хранителем этого храма, с трудом сюда добирается. Ну а уж те, кто не знает о Проник-Городище, тот вряд ли сюда попадет. Но, конечно, хотелось бы, чтобы рано или поздно здесь собралось как можно много народа, чтобы они воздали молитву и хвалу Господу и Кресту Честному Животворящему. Потому что это святое место. Оно необыкновенное, конечно, это место. Я думаю, что мы все здесь соберемся в сентябре. И у кого-то из вас, может быть, появится возможность сюда приехать. Приезжайте. Несмотря ни на что, на бездорожье находите это место. Здесь необыкновенная красота, необыкновенная благодать и просто чудесный храм. Александр Яковлевич, он всегда откроет его и всегда вам позволит здесь помолиться. А молитва к Богу, она поможет вам пройти по всем житейским ухавам нашей современной жизни. Ты, Дороженька, Ты, Господня, Никто по ней не ходил, Не прохаживал, Только шли, да прошли До три ангела Они шли, да вели Душу грешную Они шли, да вели Душу грешную Уж ты, Душенька, душа Мимо Раю прошла Уж ты, Душенька, душа Мимо Раю прошла Мимо Раю прошла Еще раз убеждаемся, что Михайловская земля это жемчужина Рязанского края. Сколько сокровищ скрыла она в своих укромных уголках, насколько богата ее природа и духовная жизнь. Храм некогда большого людного села Пронегородище пережил несколько политических строек. Люди, командовшие парадом жизни, ушли из нее в никуда. А он стоит, спокойный, умиротворенный, ковчег нашего спасения. Молча зовет измениться, взглянуть на это самое бытие иначе, увидеть наконец-то смысл. Люди, перекати поле, растворились в больших городах, сменили образ жизни и образ мыслей. Думая, что живут и живут правильно, уходят от родных сельских корней все дальше и дальше. Но где-то глубоко в душе есть у них фотографический снимок, подаренный предками, жившими здесь, веровавших в Христа, трудившихся на этой святой русской глубинной земле. Этот снимок как возьмет, так и проявится. Вот тогда забеспокоится человек, почувствует себя как-то иначе, и окружающий мир покажется другим. Девочки и ребята, всех вас приглашаем сейчас на чай. Сейчас чай пите. Несмотря на то, что сегодня четверг, церковь установила строгий пост в этот день в честь памяти вот распятого Господа нашего Иисуса Христа. С праздником! Вы сами уроженкой этих мест получаете? Моя прапрабабушка отсюда. Она ходила в эту церковь еще, когда она была рабочая. А все остальные здесь уже дальше. На дачу приезжали просто вот отдыхать. Сейчас вы живете в Меледино, да? По выходным, да, и летом мы отдыхаем в деревне Меледино. И оттуда очень хорошо видно церковь. И всегда хотелось, чтобы было видно купола. И красиво, чтобы было. Ну и вот получилось, что когда я уже подросла, оказалось, что она потихонечку реставрируется. А вот сегодня, что вас сегодня привело сюда? И что вас связывает с Александром Яковлевичем? Привело мне сегодня праздник. Очень нравится общение, очень нравится душевная обстановка. Без рамок, стенок. То есть от души к душе, то, что все мы одно и то же, по сути. А с Александром Яковлевичем у меня, ну, узнали, что он здесь восстанавливает церковь. Как-то приехали, начали общаться, приобщились. И вот теперь мы дружим. А сами принимаете участие? По силам. Вы все-таки принимаете? Да, чуть-чуть так есть. А так вы чем занимаетесь? Я дома сижу и разбираюсь, что я делаю на этой планете. И пытаюсь сообразить, сколько мне еще здесь топать. И как себя привести в порядок и помогать близостоящим. Вот это моя задача на эту жизнь. Нет, ну а так, в специальности вы чем занимаетесь? Ну, классика жанра. Закончила школу, потом пошла в университет. Экономист международник. Созданием там двух языков. Очень интересно, как все. Понятно. Ну, а вообще Михайловская земля в воскресенье делает? Очень нравится, да. Очень нравится просторы. Очень нравится, что нет каких-то рамок. Очень нравится общение с людьми. Можно прийти к соседу и просто поболтать душевно. Что, в принципе, мы у себя и делаем. Ну, а Господь Бог, Он давно пришел в вашу жизнь? С детства задавалась вопросом. Но вопрос не такой обывательский с точки зрения. Сейчас я почитаю, сделаю галочку, поставлю и пойду дальше. А было с детства интересно, ребят, реально, что мы здесь делаем и что тут происходит вообще. Да, это, наверное, с детства. То есть это были не такие поверхностные, да, форма. А суть, интересно. Форма – это всего лишь форма. Форма может быть любой. Главное, что наполнение. Ну, а сейчас? А сейчас все хорошо, он везде и всегда. Можно быть везде, главное – отношение к людям. Ну, а вы меняетесь под воздействием в присутствии Бога в вашей жизни? Такой странный. Ну, во-первых, он всегда внутри. Что главное – спрятать, чтобы никто никогда не нашел. А самое видное место, да, это внутри себя. И когда начинаешь разбираться, да, становишься просто открытием, и людей чувствуешь, принимаешь. Это самое главное. Ну, Иисус говорил про то, что, да, царствие странствует по земле, а вы не видите. По сути мы не видим друг друга. Самое главное – видеть друг друга. И он говорил, что спасение в блистающем, как самого себя. Поэтому это все зеркала, мы все зеркала. То, что ты думаешь о других, это ты думаешь о себе. Помятую о страданиях и смерти спасителя на Голгофе, выражая свое преклонение перед муками спасителя, предпразднества, а также в сам день воздвижения и обретения креста Господня, верующие соблюдают особенно строгий пост. В престольный праздник села Пронегородище Александр Яковлевич со своей супругой накрыли стол с постной трапезой. Участники богослужений напились ароматного чая с самовара, наелись сыток пирогов с картошкой и курагой, а главное – обменялись добрыми впечатлениями и воспоминаниями, связанными с историей родного края. Помолившись и подкрепившись, обрадованные люди заметили, как небо просветлело, тучи куда-то подевались, а на небе появилось ласковое солнышко. На купольные кресты переливались в его лучах и возвещали о большом и значимом для православных христиан празднике – празднике всемирного воздвижения животворящего креста Господня. Никто по ней не ходил, не прохаживал, Только шли, да прошли, да три ангела Они шли, да вели душу грешную Они шли, да вели душу грешную Уж ты, душенька, душа, мимо раю прошла Уж ты, душенька, душа, мимо раю прошла Тво, что в рай не зашла Мимо раю прошла Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» В первую очередь, конечно Не то, что реставрировать, понятно, делать очень трудно А вот хотя бы, чтобы не было мерзости запустения Чтобы был просто порядок Может быть ведь и бедненько, но чистенько И тогда уже приятно на душе Знаете, в одном, мне кажется, это было в Лобанских выселках Когда начали там храм ремонтировать, восстанавливать Сначала приехали, начали с того, что местные собрались и говорят Ну как же, вот так храма, а ребята там нет, нет, пива вечером выпьют Они говорят, давайте мы окусим, наведем порядок И вот как только они окусили, навели порядок, все Уже другое отношение стало Уже детки идут, какие-то ромашки нарвали И положили боженьки, это было так трогательно А потом смотрю, рядом с ромашками кто-то конфетку положил Было так интересно, вот как дети чувствуют, что это святое место, что надо пройти и поклониться Спасибо, Господи, спасибо, что приехали, проехали, спасибо, что проехали Это уже подвиг по такой дороге, только с молитвой, согласна? Только с молитвой, только с молитвой, Господи помилуй Пойдемте чай петь, пойдемте чай петь Пойдемте чай петь А ты молодежь, да? А молодежь не пропустит Пойдемте чай петь 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 Пойдем 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 чай петь Продолжение следует...